Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. Мы продолжаем наши лекции по истории России. Во второй части нашей лекции об экономике СССР в эпохе Перестройки мы начнем разговор с экономической реформы 1987 года. Экономическая реформа начинается в Советском Союзе в 1987 году и разработчиками этой реформы являются новые руководители советского правительства. В первую очередь это Николай Рыжков, который сменил старого брежневского кадра Николая Тихонова на посту председателя Совета Министров СССР. В качестве соавторов вот этой вот экономической реформы к Рыжкову прикрепляются ведущие экономисты той эпохи, такие профессора и академики, как Абалкин, Аганбегян и другие. И они разрабатывают концепцию экономической реформы, которая очень и очень лежала в логике всего того перестроечного развития, в логике демократизации, гласности и так далее. Не секрет, что в эпоху Перестройки за образец советского государства брали эпоху НЭПовскую. Когда, дескать, еще не пришел кровавый тиран Сталин и своими сталинскими мерами не извратил настоящий ленинский социализм. Поскольку Сталин его извратил, то теперь необходимо к нему вернуться и в экономике тоже. А что такое НЭП? Это в первую очередь хозрасчет и самофинансирование. Поэтому вот экономическая реформа, которую предлагает Горбачевская команда, это в первую очередь идея экономической самостоятельности предприятий, то есть фактически внедрение в советскую плановую экономику элементов рынка. К этому моменту Горбачев и его товарищи искренне уверены, что немного рынка не повредит, что конвергенция, сочетание плановой и рыночной экономики, социалистической и капиталистической вполне возможно и на этом пути мы сможем выбраться из экономического кризиса. Не выбрались. Не выбрались. Более того, этот кризис только-только ужесточится. Ну а пока что у нас провозглашается самостоятельность, хозяйственно-экономическая самостоятельность предприятий в виде хозрасчета, самоуправления и самофинансирования. Что в данном случае имеется в виду, я чуть позже объясню. Еще одним важным моментом этой экономической реформы является сокращение государственного давления на предприятия в форме государственного заказа. По разным отраслям государственный заказ для государственных же предприятий сокращался от 1,3 до 1,2. То есть либо на треть, либо в половину меньше государство стало заказывать предприятиям. Это не значит, что предприятия стали производить меньше. Это означало другое, что по твердым государственным ценам предприятия должны произвести и государству продать существенно меньше продукции. А все, что они производят сверх вот этого самого государственного заказа, этим они могут распоряжаться сами и продавать, как тогда говорили, по договорным, а по сути дела по рыночным ценам. Предприятиям дали возможность обогащаться. Единственное, что не нашлось своего Бухарина, который бы этот лозунг прокричал буквально с трибуны партийного съезда. По сути дела нам предлагают в этой рыночной реформе возрождение частного сектора экономики. Частный сектор экономики должен был возрождаться через индивидуальное, как сказали бы во времена Сталина, кустарное предпринимательство и через кооперацию, через расширение сети производственных кооперативов. Ну и наконец, заграница нам поможет. Раз мы встаем на рельсы конвергенции, сочетания капиталистических и экономических методов с социалистическими, раз мы в этот период активно начинаем дружить с Западом, то почему бы нам не привлечь иностранный капитал для поднятия советской экономики? Возникает идея разрешить создавать совместные предприятия с Западом.